А прямо сейчас встречаем гостя нашей студии. Итак, у Владимира пройдет 15-й всероссийский турнир по самбо памяти Владимира Анисимова. Сегодня в гостях у нас сын легендарного чемпиона, тренер высшей категории, организатор турнира Алексей Анисимов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Для вас это юбилейная дата. Расскажите, пожалуйста, если вот так коротко проследить историю турнира, какого уровня сегодня удалось достичь за этот период? Это юбилейная дата не только нашего турнира, а юбилейная дата вообще самбо в России и в мире. То есть, ровно 80 лет назад, в 1938 году, самбо было признано национальным видом спорта и признано как видом спорта в Советском Союзе. И то есть, наши соревнования являются как раз тоже приурочены к этому юбилею самбо в общем. А по поводу истории нашего турнира, соревнования у нас готовились заранее. Мы с ребятами, с инициативной группой решили провести первые соревнования памяти Владимира Осиповича. И они носили семейный характер. Они проводились у нас в нашем спортивном клубе, который основал уже Владимир Осипович Анисевый, где там тренировал, пока покинул этот мир. Он воспитал очень много спортсменов разного уровня. И соревнования мы провели на базе этого клуба. Соревнования проводили среди маленьких детишек, которые только-только приходили, из-за них начинали занятия в самбо. И среди новичков, можно сказать, среди этого пшена, которым первый старт самый необходимый. И почему говорю семейный? Потому что эти соревнования в домашней обстановке, с чаепитием после соревнований, с хорошими призами, оставляли хорошее впечатление у ребят. Какие важные постулаты вы бы отметили, и сам как тренер, Владимир Осипович, вы сегодня продолжаете? Я думаю, что нужно находить подход к людям. Он умел это очень хорошо делать. Он мог всегда правильно подсказать, направить, найти нужные слова, чтобы успокоить спортсмена и настроить его на определенную борьбу, и просто подсказать какие-то определенные моменты в жизни. Поэтому спортсмены его очень любили, как своего отца. Потому что у многих спортсменов не было отцов. Они приходили и чувствовали себя в клубе как дома. И развитие наших соревнований как раз я и благодарен воспитанникам Владимира Осиповича и его друзьям. Потому что до сих пор мы сталкиваемся с очень большими сложностями. И я бы сказал, что соревнования наши проводятся благодаря им. Потому что мы одна команда, мы делаем общее дело. И соревнования с каждым годом наши растут и растут. То есть изначально это были такие домашние радости. А сегодня это уже уверенный, самостоятельный всероссийский турнир. Да. То есть эти соревнования были сначала клубные. С количеством участников где-то 60-70 человек, я говорю, среди новичков. И сейчас эти соревнования с количеством около 300-350 человек участвуют. То есть приезжают сильнейшие спортсмены из всей России. Об этом турнире знают спортсмены, знают тренеры, звонят. Сейчас не просто приезжают на соревнования, а сейчас приезжают на соревнования сборные команды. Городов Москвы, Санкт-Петербурга, то есть республик Чувашия, Татарстана, допустим. То есть это говорит о том, что турнир стал престижным. Да, уровень турнира постоянно растет. То есть я говорю, был клубный, потом стал городской, потом стал этот турнир региональный, межрегиональный. Приглашали только друзей Владимира Осьпича, которые тоже работали тренером, чтобы наши ребята поборолись. Ну и потом как бы было принято решение, чтобы развивать дальше этот турнир. То есть и чем я благодарен в развитии турнира, что очень большую помощь оказал его же друг, которого сейчас тоже нету. И в честь него мы тоже проводим соревнования. Но этот человек подтолкнул меня именно к этому, чтобы соревнования стали расти и набирали свой статус и уровень. Мы уже коротко затроллили географию участников. Насколько она велика и обширна по сравнению с тем, когда турнир только начинал еще развиваться? Ну да, вот от 60 до 350 человек это уже уровень. И география в том году, то есть 14 турнир, на наших соревнованиях участвовали 6 федеральных округов. То есть это Москва, Москва, Санкт-Петербург, потом центральный федеральный округ, Поволжье, Дальневосточный. То есть очень много спортсменов приехало поучаствовать в нашем турнире. Почему к нам приезжают соревнования? Потому что они проводятся на хорошем организационном уровне, потому что они являются отборочными. Вот мы как раз к этому пришли. То есть с наших соревнований спортсмены попадают на первенство России, а с первенства России попадают на первенство мира и Европы. И у нас есть такие уже победители наших соревнований, которые стали победителями международных турниров. То есть можно сказать, их мировые победы начались с нашего турнира. Поэтому количество городов, но мы уже даже сейчас в последнее время не смотрим на количество городов-участников, потому что их очень много. Около 25-30 городов. То есть с каждого федерального округа приезжает по 3-4 города, может по 5 приехать. То есть мы даже не считаем города Владимирской области уже. То есть это команда Владимирской области. Поэтому участников очень много. Растем и расширяемся. А каковы шансы на победу наших спортсменов и кто сегодня из юных дарований подает очень большие надежды? Ну что могу сказать. Каждый год по-разному. И сборная команда привозит лучших спортсменов на наши соревнования. Поэтому идет очень упорная борьба. Тем более за путевки на первенство России. Все заинтересованы в начале сезона, то есть в начале года, завоевать путевку и потом спокойно строить план и готовиться к первенству России, который пройдет осенью. А потом к первенству мира. Поэтому это очень удобные планы. Поэтому все знают об этом тренеры. И наш турнир у многих, можно сказать, лидеров, команд лидеров самбо, он стоит в рейтинге. То есть участие в наших соревнованиях у них обязательное. И поэтому они стараются на этих соревнованиях участвовать. А по поводу наших спортсменов. То есть каждый год с Владимирской области, я не буду говорить, что с города Владимира, потому что соревнования очень сильные. С Владимирской области, то есть 5-6 призеров соревнований есть. И 1-2 победителей, которые отбираются на первенство России, тоже присутствуют. Поэтому наши борцы флаком в руки. И все будет зависеть от их умений, навыков и то, что им дали тренеры, насколько они их подготовили. Ну, как сказать, что помогают дома стены, поэтому будем надеяться. У нас есть шанс на победу. Да, у нас есть шанс на победу. И что ребята достойно выступят, займут призовые места, отберутся на первенство России. Кто будет оценивать навыки спортсменов? Ведь от этого тоже зависит и престиж, и уровень самих соревнований. Да, то есть сейчас выполняют требования Всероссийской Федерации самбо. То есть у нас определенные к нам требования по организации. Так как мы включены в календарь Всероссийской Федерации, и наши соревнования являются отборочными. Мы выполняем определенные требования Всероссийской Федерации. Мы должны проводить эти соревнования на определенном уровне, должны встречать судей обязательно, а судей со всей России. На наших соревнованиях будут присутствовать председатели коллегии судей Санкт-Петербурга, Москвы, председатель коллегии судей Северо-Западного федерального округа, председатель коллегии судей Поволжья, председатель коллегии судей Центрального федерального округа. То есть судейский корпус очень будет серьезный, поэтому и с каждого города тоже команда привезет не одного судью. Поэтому я думаю, что и судейский корпус будет очень серьезный, и уровень соревнований этим тоже повышается. Мы перервемся и продолжим через несколько минут, а нашим телезрителям мы предлагаем посмотреть историю турнира в картинках. Российский турнир, посвященный памяти Владимиру Васильевичу Анисову, растет год от года. Если он начинался как региональный турнир, он перерос в большие всероссийские соревнования, которые сейчас являются отборочными соревнованиями на первенстве страны среди юношей. Таких турниров очень мало, когда сын проводит соревнования в память о своем отце. Я знал Володю Анисимова как тренера, как спортсмена, как хорошего человека. И поэтому такой турнир, особенно первый, они носили такой семейный характер. Турнир памяти, турнир семейных отношений. Вот такой душевный, домашний, хороший турнир. Вот уже второй, третий год, все продумано, все приезжают и с удовольствием побороться. И самое главное, уже такой рекламе соревнований уже соответствует настоящим всероссийским турнирам. Этот всероссийский турнир – это достойная память Владимира Иосифовича Анисимова. И очень здорово, что дело, на котором занимался Владимир Иосифович, оно живет и, я думаю, будет жить много-много лет. Настанет время, когда наш национальный лицепорт попадет в олимпийскую семью, и борцы города Владимира будут обязательно олимпийскими чемпионами. Владимира Иосифовича Анисимова Тот свершень, который заложил Анисимович, он не остался до сих пор. Научить можно только своим примером. Это настолько интересный рассказчик, что без слез от смеха нельзя его слушать. Я вот никогда не забуду, как Владимир Иосифович был безумно счастлив, когда я выиграл первую свою Россию. Многое вспоминаю, как меня тренировал мой тренер. И передаю вот эти вот знания своим воспитаниям. Вообще, я очень хотел, чтобы сын тренировался у него. Жизнь все расставляет на своем месте. Субтитры создавал DimaTorzok Я считаю, что турнир является самой достойной памяти. Самой достойной памяти нашему тренеру. В студии вечера во Владимире Алексей Анисимов, главный организатор турнира и сын легендарного спортсмена. Если говорить про популярность самбо, вот даже за эти 15 лет существования турнира, насколько вырос интерес к этому виду спорта? Мы как раз и проводим эти соревнования, красивые, масштабные, на которые мы всех приглашаем. Которые пройдут 9-10 февраля в спортивном комплексе ВЛГУ, студенческая 6Г. Начало соревнования в 10 часов, торжественная часть в 17.00. Где как раз гости нашего турнира будут удивлены нашей подготовкой. То есть там будут очень красочные показательные выступления по многим видам спорта, не только по самбо. Ждет серьезный сюрприз и концертная программа. Поэтому всех приглашаем на эти соревнования. И как раз наши соревнования являются самой прямой популяризацией борьбы с самбо. Потому что на эти соревнования приходят родители с детьми, они смотрят, дети смотрят, им нравится вид спорта, у них начинают гореть глаза. И они хотят приходить и заниматься именно этим мужественным спортом для настоящих мужчин. Поэтому вы уже заметили из фильма, что там не только мальчишки борются, но и девчонки. И девчонки, то есть как бы тоже не хуже мальчишек, выступают на разных соревнованиях и показывают хорошие результаты. Станет ли самбо доступным в скором будущем у нас во Владимире? Какие есть проекты по разработке этой темы? Сейчас наша Владимирская областная федерация выиграла президентский грант. Как раз это и есть тоже популяризация самбо. Это проект самбо в школы. То есть как бы желающие все могут зайти на сайт и ознакомиться с этим проектом. F-самбо 33. То есть это больше, конечно, затрагивает интересы директоров и руководителей школ. Потому что на их базе это все будет осуществляться. Самбо в школу. То есть это третий дополнительный урок самбо. То есть этот грант предусматривает покупку оборудования для проведения занятий в школе, дополнительного урока самбо. Допустим, обучение инструкторов самбо, чтобы они могли это дело преподавать. То есть программа разработана, она очень активно действует уже в Москве. То есть там треть часть клубов, вернее школ Москвы уже работает по этой программе очень активно. А в наших школах? В наших активах сейчас есть. Но вот я думаю, что внедря вот эту вот программу сейчас именно в школы еще, то есть как бы это будет очень большой толчок. И занимающихся самбо будет гораздо больше и заинтересованных. А также сейчас был госсовет при президенте, может в Доброграде знаете, да? То есть как раз и затрагивался вопрос о развитии и популяризации самбо и в России, и во Владимирской области, где была наша губернация Орлова, которая писала там документы о развитии самбо. Также было образование студенческой лиги на базе Владимирского государственного университета. То есть как бы это тоже дополнительный стимул для занятий студентов самбо, то есть и развития и популяризации самбо у нас в Владимирской области. Алексей, а как вы видите олимпийское будущее самбо? Об этом идет много разговоров, и кажется, вот-вот уже должно это произойти. Как вы к этому относитесь? Есть ли наши шансы? Я, конечно же, отношусь к этому положительно. И рад буду, если самбо включит в Олимпиаду в ближайшее время. Но как бы все сейчас делается и на мировом уровне, то есть международной федерации европейской и нашей всероссийской, чтобы продвинуть самбо и сделать его олимпийскими для спорта. И надеюсь, что наши спортсмены-владимирцы будут олимпийскими чемпионами. Что могу сказать по поводу как раз спорализации? То, что если раньше участников Международной федерации было 39, там, уроку говоря, 10 лет назад, то сейчас около 100. То есть как бы самбо популярно не только у нас в России, у которого рабочий язык русский, это наш национальный вид спорта. Популярно оно развито на всех континентах земного шара, поэтому то есть как бы самбо развивается. Алексей, у нас есть звонок в студии, не знаю, с другого континента или нет. Здравствуйте, слушаем вас. Ау. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Шадерков. Если вы слышали о таком тренере Спиридонове, мы занимались на соседних коврах. Я занимался под руководством Спиридонова, а ваш отец Владимир Осипович ввел тренировки на соседнем ковре. Вот. И вот я вас хотел бы спросить, вот как вы относитесь вот к такой, как бы вы пропагандируете, конечно, борьбу с самбо, и я сам КМС по самбо, чемпион России по дзюдо 79-го года КМС, соответственно. Вот. Поэтому я представляю эту проблему. Но сейчас я состою в Федерации масс-рестлинга. Это такая специальная борьба, которая позволяет вырывать друг у друга палки, ну, любые предметы. Если можно, поскорее задавайте вопрос. У нас время эфира ограничено. Слушаем вас. И когда проводим соревнования, может быть, как-то можно объединиться. Вот так. Предлагают дружить. Да. И коврами, да. Я понял. Спасибо за вопрос. Да. То есть, как бы, я не против совместных каких-то мероприятий. Я только за, потому что я считаю, что самбист-борец должен уметь делать все. И должен уметь играть в футбол, правильно париться в бане, плавать, бегать. И, то есть, как бы, заниматься всеми видами спорта, и он должен уметь. Но профессионально, конечно, во всех видах ты не сможешь заниматься. Профессионально самбо. А участвовать можно везде. Я только рад. Это был Алексей Анисимов, организатор всероссийского турнира по самбо. Удачи всем нашим спортсменам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!